Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете, когда я был подростком, это было в 90-е годы, на телевидении выходила передача, которая называлась «Мир денег» Адама Смита. На ТВ-программе, которая в газетах печаталась, чаще писали по-белорусски «Мир грошей» Адама Смита. Передача выходила очень поздно и я ее так ни разу и не посмотрел, но само словосочетание «Мир денег» вызывало неподельный интерес, особенно в лихие 90-е, с зарплатой в 30 долларов в месяц. Было очень интересно, где же все-таки находится этот мир, мир денег. Сегодня мы говорим об Адаме Смите. Кто же это такой? Адам Смит, ну или Адам Смит на британский манер, жил в 18 веке. Это был шотландский философ и экономист, чьи идеи оказали глубокое влияние на экономическую мысль и формирование современной экономической теории. Его наиболее известное произведение — это исследование о природе и причинах богатства народов. Обычно оно называется «богатство народов», так вот сокращенно. Опубликовано оно было в 1776 году и считается одним из фундаментальных текстов в истории экономической литературы. Каковы же главные идеи Адама Смита? Давайте попробуем их перечислить и немножечко расшифровать. Первое. Невидимая рука рынка. Адам Смит, он автор этой теории. Это концепция, в соответствии с которой люди свободно предпринимают экономические действия в своих собственных интересах, а рынок саморегулируется и достигает оптимальных результатов для общества в целом. Второе. Деление труда и специализация. Адам Смит поддерживал идею, что когда люди специализируются в выполнении определенных задач, это увеличивает производительность и эффективность производства. Третье. Свобода торговли. Смит выступал за свободу торговли и противопоставлялся препятствиям для международной и внутренней торговли. Четвертое. Роль государства. В целом Смит относился к государственному вмешательству в экономику с определенным скепсисом, придерживаясь мнения, что рынок в большинстве случаев лучше справляется с регулированием экономической деятельности. И, наконец, пятое. Мораль и экономика. В своих работах Смит также обсуждал вопросы моральных принципов и их влияние на экономическое поведение людей. Сейчас я бы хотел несколько слов сказать о биографии Адама Смита, что это был за человек, как он рос и так далее. Адам Смит родился 5 июня 1723 года в Киркальди, это Шотландия. Его отец был адвокатом, а его мать умерла, когда ему было всего 6 лет. Смит получил свое образование в университете Глазго и в университете Оксфорд. Смит начал свою карьеру как преподаватель моральной философии в университете Глазго, где он стал известен своими лекциями и исследованиями в области экономики. Позже он отправился в путешествие по Европе, где встречался с другими известными философами и учеными, например, с известным вольнодумцем Вольтером. В 1776 году вышла его самая известная работа, которая называлась «Исследование о природе и причинах богатства народов». Часто эта работа также называется «Богатство народов». Это произведение стало одним из наиболее влиятельных в области экономической мысли и оказало огромное влияние на развитие экономики как науки. Впоследствии, во второй половине своей жизни, Адам Смит вернулся в Шотландию и жил в Эдинбурге, где продолжал заниматься академической работой и общественной деятельностью. Говоря о Смите, нельзя не рассказать о времени, в котором он жил. Эта эпоха вошла в историю как промышленная революция. Что же такое промышленная революция? Давайте мы с вами вспомним. Промышленная революция началась в Великобритании в конце 18 века. Этот период характеризовался переходом от ручного производства к машинному и использованием паровой энергии для привода машины. Одним из первых секторов, подвергнутых механизацией, была текстильная промышленность. Водяные ткацкие станки и предельные машины заменили ручные методы производства, что привело к резкому увеличению производства и снижению стоимости текстильных изделий. Какие же моменты были ключевыми в промышленной революции? Самое главное, пожалуй, это изобретение паровой машины Джейбсом Уаттом в 1769 году. Паровая машина применялась до приводомеханических устройств в фабриках, шахтах и других промышленных объектах, что существенно увеличило производственные мощности. Далее, следующий важный момент. Промышленная революция привела к резкому росту городов и городской плотности населения. Многие люди из сельской местности переезжали в города в поисках работы на фабриках и заводах, что привело к формированию новых промышленных центров и массовому городскому строительству. Следующий важнейший момент. Промышленная революция также способствовала развитию транспортной инфраструктуры. Строительство железных дорог и каналов обеспечило более быстрый и эффективный транспорт сырья и готовой продукции, что стало ключевым фактором в развитии промышленности. И четвертое, скорее негативное, промышленная революция привела к глубоким социальным изменениям. Рост промышленности привел к формированию рабочего класса, ухудшению условий труда и возникновению проблем, таких как детский труд и эксплуатация рабочих. Это, в свою очередь, стало причиной возникновения движений за права рабочих и социальные реформы. Еще одним понятием, которое я очень хорошо запомнил с того времени, это я помню буквально со школьной скамьи, это мануфактура. А что ж такое мануфактура? Мануфактура пришла на смену ремесленному труду. Мастер-ремесленник выполнял все этапы производства в одиночку, но отныне все стало иначе. Важным аспектом мануфактуры было разделение труда и специализация. В мануфактуре каждый рабочий выполнял определенную операцию в процессе производства. Например, в текстильной мануфактуре одни рабочие могли прять нити, другие ткали ткань, третьи окрашивали ее, а четвертые сшивали изделия. Это позволяло увеличить производительность труда и снизить издержки производства. Какие же черты были характерны для мануфактуры? Как я и сказал, первое – разделение труда. Рабочие специализировались на выполнении определенных задач, что позволяло им стать более опытными и умелыми в своей работе. Второе – это концентрация производства. В мануфактуре производство сосредотачивалось в одном месте, что способствовало эффективному контролю и управлению производственными процессами. Третье – использование ручного труда и простых инструментов. В период мануфактуры механизация была ограничена, и производство в основном осуществлялось вручную или с помощью простых механических устройств. Мануфактурное производство было абсолютным ноу-хау для того времени, и внедрение этого нового не обходилось без интересных казусов. Так, например, в период мануфактуры в Англии некоторые текстильные фабрики производили материалы с довольно необычными именами, такими как «мертвая рука», «сгоревший бархат» или «спинная плесень». Интересно, что эти необычные названия были частью маркетинговой стратегии и привлекали внимание покупателей. А во Францию в историю вошли секретные методы производства. Некоторые мануфактуры, особенно те, которые производили предметы роскоши или товары для королевских дворцов, хранили свои методы производства в строжайшей тайне. Например, французские мастера изготовления кружева могли работать только в темноте, чтобы никто не мог узнать их методы. Ну и вернемся, пожалуй, к Адаму Смиту. Самым актуальным по сей день тезисом Адама Смита является невидимая рука рынка. Понятие «невидимые руки рынка» происходит из работы и исследований о природе и причинах богатства народов. Что же это такое? Давайте немножко углубимся. Суть заключается в том, что рынок, нерегулируемый центральным управлением или правительством, способен организовать производство и распределение ресурсов таким образом, что природные мотивы индивидов, желание получить прибыль, удовлетворение собственных потребностей, приводит к эффективному использованию ресурсов и созданию благосостояния. Смит утверждает, что даже если индивиды действуют в собственных интересах, они, тем не менее, направляются невидимой рукой к тому, что благоприятно для общества в целом. Эта концепция оказала значительное влияние на развитие экономических мыслей и стала одним из основных принципов классической экономической теории. Однако, на мой взгляд, эта теория Смита оказалась утопической. Смит утверждал, что если каждый человек в группе действует в своих собственных интересах, то это дает максимальный результат и группе в целом. Но, как мне кажется, он переоценил слабость человеческой натуры. Разрушительная энергетика в моменте всегда сильнее созидательной. Поэтому, оказавшись в условиях бесконтрольной конкуренции, нам гораздо более естественным кажется утопить соседа-конкурента, нежели расти самому. В заключении, друзья, мне бы хотелось еще рассказать о таком явлении, как парадокс Адама Смита, Что же это такое? Парадокс Адама Смита, известный также как парадокс Адама Смита о воде и алмазах, возникает из разницы в ценностях различных товаров и услуг. Вот как он звучит. По Адаму Смиту, вода, которая критически важна для выживания человека, имеет очень низкую ценность на рынке, тогда как алмазы, которые являются лишь предметом роскоши, и не имеют непосредственной ценности для выживания, имеют очень высокую ценность. Этот парадокс иллюстрирует идею о том, что ценность товара на рынке зависит не только от его полезности, но также от его относительной редкости и спроса. Вода, будучи обыденным и доступным практически всем, имеет низкую ценность на рынке. Алмазы, в то время как они могут быть редкими и имеют ограниченное предложение, становятся объектом желания и обладают высокой ценностью, несмотря на их отсутствие практической пользы в повседневной жизни. Этот парадокс подчеркивает сложности ценообразования на рынке и взаимосвязь между ценностью, полезностью и редкостью товара. Вот такой неоднозначной фигурой был Адам Смит. С одной стороны, его имя стало синонимом таких понятий, как деньги, капитал и так далее. С другой стороны, читая его труды, мы видим человека, который верил в лучшее нас, в честную конкуренцию, в свободный выбор каждого человека. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok